С тех пор, как вечный судья мне дал всеведения пророка, В очах людей читаю я страницы злоба и порока. Провозглашать я стал любви и правды чистые учения. В меня все ближние мои бросали бешено камень. Давно это было. Раньше во главе стоял тот, чье имя осталось неизвестным. Решил он как-то наделить отдельных личностей властью над тихиями и катастрофами, такие как извержение вулканов, землетрясение, падение метеоритов, тебе известное крушение самолетов, да, которое характерно мне, и так далее. Кому-то досталось больше, например, все водоемы на земле, все, что связано с кораблями, а кому-то только камешками бросаться. Много было бунтарей, но был один, который сумел добиться своего. Это был лишний. Так его прозвали. Ну так, а я тут при чем? В тебе есть что-то, что поможет его остановить. Сам рассуди, ты до сих пор жив только благодаря себе. Да-да, конечно. Если бы во мне что-то было, то меня здесь уже бы и не было. Как раз наоборот. Вот она. Сколько тайн скрывает она. И все же, чем мне это поможет? Есть одно место, существование которого отрицают. Это огромная, идеально круглая форма пещера, в которой пробиваются золотые лучи солнца. Посередине, словно сделанное руками человека, озеро. И там есть большой, небывалый красоты корабль, который сел на мель. Он уже здесь. Но некуда бежать. Момент до моря. Жизнь — это мимолетный миг. Краткая вспышка света во тьме вселенной. Это драгоценный дар, который мы должны беречь и принимать. Ибо это все, что у нас есть. Но путешествуя по этому миру, мы также должны смириться с неизбежностью встречи со смертью и непостоянством всего сущего. Ничто не длится вечно. Даже звезды на небе. И все же, среди всей этой мимолетности мы можем найти красоту, смысл и цель. Ибо мимолетные моменты нашей жизни мы можем создать что-то долговечное. Что-то, что сияет, как маяк. Надежды и вдохновения для грядущих поколений. Субтитры подогнал «Симон»